Ревун В прошлом году эта тварь всю ночь проплавала в море. Круг за кругом, круг за кругом. Близко не подходила. Недоумевала, должно быть. Может, боялась. И сердилась. Шутка ли столько проплыть. А наутро туман вдруг развеялся. Вышло яркое солнце. И небо было синее, как на картине. И чудовище ушло прочь от тепла и молчания. Уплыло и не вернулось. Чудовище было всего лишь устоярное от нас. Оно кричало. И Ревун кричал. Вот она жизнь. Вечно все то же. Один ждет другого, а его нет и нет. Всегда кто-нибудь любит сильнее, чем любит его. И наступает час, когда тебе хочется уничтожить то, что ты любишь, чтобы оно тебя больше не мучило. И чудовище понеслось на маяк. Ревун ревел. Посмотрим, что сейчас будет. И он выключил Ревун. Наступила тишина, такая глубокая, что мы слышали в стеклянной клетке, как бьются наши сердца. Слышали медленное, скользкое вращение фонаря. Чудовище остановилось. Оцепенело. Его глазищи прожекторы мигали. Пасть раскрылась. Издало ворчание, будто вулкан. Оно повернуло голову в одну, другую сторону, словно искало звук. Оно взглянуло на маяк. Снова заворчало. И вдруг зрачки его запылали. Оно вздыбилось, колотя воду и ринулось на башню с выражением ярости и муки в огромных глазах. «Магдан! Включи Ревун!» Магдан взялся за рубильник. В тот самый миг, когда он его включил, чудовище снова поднялось на дыбы. Мелькнули могучие лапищи. И блестящая паутина рыбьей кожи между пальцевидными отростками, царапающими башню. Громадный глаз, в правой части искаженной страдания морды, сверкал передо мной, словно котел, в который можно упасть, захлебнувшись криком. Башня содрогнулась. Ревун ревел. Чудовище ревело. Она обхватила башню и скрипнула зубами по стеклу. На нас посыпались осколки. Магдан поймал мою руку. «Вниз, живей!» Башня качнулась и поддалась. Ревун и чудовище ревели. Мы кубарем покатились вниз по лестнице. «Живей!» Мы успели. Нырнули в подвальчик под лестницей. Тот самок, когда башня над нами стала разваливаться. Тысячи ударов от падающих камней. Ревун захлебнулся. Мы стояли молча. Магдан и я, слушая, как взрывается наш мир. Все. Лишь мрак и плеск валов о груду битого камня. И еще слушай. Слушай. Прошла секунда. И я услышал. Сперва гул вбираемого воздуха. Затем жалоба, растерянность. Одиночество огромного зверя, который, наполняя воздух тошнотворным запахом своего тела, бессильно лежал над нами, отделенный от нас только слоем кирпича. Чудовище кричало, задыхаясь. Башня исчезла. Голос, звавший его через миллионы лет. Исчез. Жаркое, желтое солнце уже склонялось к западу, когда спасательная команда разгребла груду камней над подвалом. На следующий год поставили новый маяк. Но я к тому времени устроился на работу в городке, женился. И у меня был уютный, теплый домик. Окна которого золотятся в осенние вечера, когда дверь заперта, а из трубы струится дымок. А Магдан стал смотрителем нового маяка. Однажды поздно вечером я приехал один на берег, оставил машину и смотрел на серые волны. Слушал голос нового ревуна. Ах, чудовище! Оно больше не возвращалось. Ушло. Ушло в пучину. Узнало, что в этом мире нельзя слишком крепко любить. Ушло вглубь, в бездну, чтобы ждать еще миллион лет. Бедняга. Все ждать и ждать и ждать. Это все, что ему остается. Я сидел в машине и слушал. Я не видел ни башни, ни луча над Лоунсом Бэй. Только слушал ревуна. Ревуна, ревуна. Казалось, это ревет чудовище из глубин океана. И мне очень хотелось сказать ему что-нибудь бодрящее. Но что? Субтитры создавал DimaTorzok